Для Филиппа нет никого роднее Покемона. Это же собака Аллы. Да, Поке, да, да. Про Аллочку говорим, нашу Аллочку. Хи-хи-хи-хи. Киркоров бережно хранит всё то, что напоминает ему о бывшей жене. Фотографии в рамочках, фотоальбомы, журналы. И даже пёс с забавной кличкой напоминание о женщине, которая поёт. А это наша собака Покемон, которую я когда-то привёз ей из Америки. Вот, потом он, у него, у Покемона родился сын, Майло. Вот, и они начали драться, поэтому Покемона пришлось отдать мне. Вот он у меня живёт, а Майло с Аллой остался. Ей нравится дома сидеть с собакой своей, с любимыми друзьями, любимым человеком. В апреле 2011-го Киркоров снова уехал в Израиль, но не лечится. Там, в свой 44-й день рождения, он дал сольный концерт. Публика Тель-Авива певца боготворила. А он был снова грустен и каждую минуту вспоминал свою бывшую жену. Крикнул, а ты дышина, снова я спасаю. На день рождения Филиппа приехали самые близкие друзья и родственники. Моя семья вся в сборе, мой папа, супруга, Майло Киркоров. Брат моего, практически родственник Максима Галкина, Дима Галкина, супруга. И семья живёт, наверное, своей родьюшкой. Одна из израильских бизнес-вумен подарила Киркорову кольцо. Массивный перстень из чёрной вулканической лавы, украшенный бриллиантами и рубинами. Другая дама презентовала роскошный букет. Днём рождения! Ты король, тебе королевство, любви. Но та самая любимая женщина на день рождения так и не приехала. С ней рядом ты уверен в жизни. И не важно, рядом сидит или на верхнем этаже, или в другом городе, или в стране, ты понимаешь, что она рядом. Как психологи уверены, чтобы избавиться от наваждения, Киркорову необходимо забыть Пугачёву. И человеку нужен элементарный отдых. Мне очень важно, когда я совершаю какие-то поступки, чтобы я её не разочаровал. Я имею в виду Алла. Мне очень важно, чтобы она мной гордилась, даже если мы не семья. Она очень привлекательная женщина, она вне возраста.